А как вы это вообще смотрите, говничьи? Тут камера заснимать не хочет. Не, ничего, давай, да. Да не, нормально, я же не могу, я сейчас засну. В общем, мы сели на Air Alaska, нет, Alaska Airlines, да. Мы в 6 часов утра по Киевску. Причем у нас был шанс купить по 15 баксов. По 15 баксов доплатить за бизнес-класс в Air Alaska или Alaska Airlines. Но мы гордо отказались. Вернее, тогда надо было вбивать столько данных, что делать это по дороге на ходу, нам был облом. В общем, мы сели на самолет в Лас-Вегас. Поэтому следующая серия точно будет. И, возможно, будет даже интересно. Подписывайтесь, ждите новый выпуск. А может вообще не будет интересно. Не подписывайтесь. Make America great again, Donald Trump. Это постановка, это подстава вполне себе. Редактор субтитров А.Семкин Привет, вы смотрите уже третью серию бэкстейджа инфокары. Мы благополучно долетели в Лас-Вегас. Правда, мы в говно убиты джетлагом. Уже привыкли к говняному американскому кофе, к говняным американским машинам. И сейчас возьмем очередную из них. Это будет Dodge Challenger. Из плохого с нами связался чувак, у которого мы собирались взять в Ford Fusion завтра в Solveig City. Поэтому не исключено, что теста этой тачки все-таки не будет. А сейчас нам надо найти Challenger и открыть его с помощью приложения Turo. Но мы боимся выходить из аэропорта, мы боимся, что на нас нападут шлюхи или что мы сразу же проиграем все деньги. Кстати, проиграть деньги в Лас-Вегасе можно просто выйдя из самолета. В общем-то... Пошли, скорее развенчаем наши опасения. Побежали. Казалось бы, место подбора машины находится совсем рядом по карте, но придется объехать. Поэтому мы вынуждены заказать Uber. Итак, Pool за 10 долларов или UberX за 10.40. Ставим ставочки, что приедет. Я за большой черный Сибирь. Да нет, конечно. Нет, конечно. Хорошо. И место посадки самый важный вопрос. Мы здесь ставим. Все правильно. Я не пододвигаюсь. Ставь. Карлос прибудет через 7 минут. А, Toyota Camry. А ты-то увидел. Да, Toyota Camry. Ну и Карлос. Те-го латинос, в общем-то, чтобы было логично. Он похож, кстати, на нашего Джеймса, который нам давал Теслу. Садись в Камрюху американскую. У нас же просили тест американской Кэмри. Ярин. Ну, мы просто обязаны сделать короткий тест американской Кэмри. Пощупай пластик. Жесткий. Здесь жесткий. Мягкий. У меня. У меня сзади жесткий. Но, обрати внимание, что это... А внутри как-то есть. Слушай, что-то так вообще темно в камере. Вообще невероятно темно. А, это она вниз смотрит. Вот так лучше. Так, смотри. Климат-контроль нету. Кондиционер. И еще и панорамный люк. Продолжение следует... В общем, в это сложно поверить. Вы, наверное, ничего не видите. Мы приехали на темнейшую парковку. На парковке стало резко светло. Спасибо большое. До свидания, Карлос. Да, у тебя было много, фанта. Я так и кэп. В общем, и здесь стоят тачки, в принципе, не дешевые, из которых мы можем что-то выбрать. Был в пуле этот автомобиль, но, как всегда, кстати, и вот 10 лет назад, когда я в Татахпол, была та же штука. Очень переоцененные в прокатах любых Cadillac. Любые Cadillac. И я так подозреваю, что вот это стоит наш чарджер. Челленджер. Ой, упс. И это не последний раз я ошибся, наверное. Он, конечно же, не очень чистый, но я думаю, тем лучше. Да? Давай посмотрим по кругу. Нам надо... Слушай, поэтому он, наверное, и не под фонарер стоит, потому что он с повреждениями. Сейчас нам надо его пофоткать и закинуть фотки в тур. Да? Да, просто с повреждением. Ну, вот здесь. Да. Но это наш он, точно, 100%. SXT или STX. Я так не могу запомнить. SRT8, 7,2. Так, ну что, давай искать повреждения, и я их фоткаю. Правильно? Хемия? Хемия. Нету там надпись. Так, пошли по кругу. Подожди, ты сонечно спешишь. Давай, я снимаю. Ну, так у тебя же единственный фонарик в этом городе. Ну, смотри, ты же будешь фотографировать. Ну. Ты, кажется, вспышкой фотографируешь будешь с моим фонариком? Ну, вспышка работает, когда я фотографирую, нет? Фотографирую, ты будешь все равно фотографировать. Так свети, я же не вижу ничего. Да что ты хочешь фотографировать? Так чем фотографировать? Я же фотографирую повреждения еще. Ну, вот я же тебе только что показал. Ну, да, но мы его уже пошли, давай по кругу. Сейчас дойдем до него опять. Кстати, 20-й диск такой немаленький. Что написано? Алюминием каст. Фен кеп ап. Такая, знаешь, именно дешевая-дешевая штука. Но при этом алюминиевая, считается. Какашки фотографируют, которые как бы намекают, что он грязный. Слушай, это классно вообще, это напоминает мне обзор распаковки. Да? Есть такое? Где-то здесь что-то видел? Нет, там спереди. Ну давай, все равно не расслабляемся. Диски целые. Стекла взлопаны. Я им в отзывах напишу, что машина была грязная. Сылась. Кстати, смотри. На стекло типа. Не-не-не, там уплотнитель просто кривой. Видишь, что руками его уплотнят? Я не знаю, как скажешь. А, ну в общем, люди, я так понимаю, ее оставляют. Вот здесь. Слушай, для нас Суперкад. Так, есть. Ну и вот я бы прошелся по передней решетке еще. Кстати, он самый-самый топовый. То есть они взяли базовый мотор STX или SXT и ввалили во все, что только можно. Здесь даже есть спортивная подвеска, вот, и спортивное рулевое управление, как у крутых версий. Вообще, мне, конечно, очень интересно, что такое спортивное рулевое управление по-американски. Давай еще номер спускай. Ну вот еще ссадин. Да? Да. Яс. Все. Давай пробую скрывать. Мы не доехали до отеля. Спать уже перехотелось. Отель у нас в самом центре. И, в общем-то, у нас в планах и не было тут ночью тусить, как ни странно, да, для Вегаса. Но все это реально впечатляет. Ярик, покажи про нас. 12 часов ночи, я так смотрю, что ничего закрываться не собирается. По городу гоняют супер-кары. Так, нам нужно было перехотеловать на высоту. Да. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Если вы давно подписаны на инфокарт, то видели, что мы 0100 в разных тачках замеряли в интересных местах. Я так помню, в Абу-Даби, где-то в пустыне, меряли E-Tron из такого интересного. Но так как в этот раз мы еще ничего нигде не меряли. Вегас, 400 метров, да, где-то так, которые смотрят на главную улицу. И вчера еще была Tesla на Lincoln Avenue в Лос-Анджелесе. В общем, все прикольно. С 6,8 до сотки с мотором 3,6 он должен разгоняться. Здорово. Здорово. Простите, могу я спросить? Можете я поговорить с тобой? Что дела, гад? Мы снимаем революцию этого машина. Мы не из У.С. Можете спросить, что ты думаешь о этом машине? Я сказал, что это был хороший машина. Это популярно здесь, или это обычная машина для каждого дня? Это нормальная. Это нормальная, да? Это не как супер машина здесь, да? Нет. А ты знаешь о Дэймон-версии, с топом 6.2 машиной? Нет. Окей, что ты лучше любишь? Камаро, Мустанг или Челленджер? Я не знаю ни одного. Они все хорошие машины, я не имею в виду. Хорошо. Спасибо, ребята. Извините. Спасибо. Ну вот приблизительно такой уровень автомобильных познаний сейчас у местной молодежи. Возвращаемся к рубрике отеля инфокара. И в этот раз у нас отель прямо в казиношке. Вроде бы неплохой отельчик. И интересная штука, очень дешевые билеты оказались. Авиа Вегас из Лос-Анджелеса мы заплатили по 1000 гривен. То есть по 40 долларов фактически за билеты. Я так понимаю, что это из-за того, что не взимается налог здесь. И это же касается отеля. Отель сильно лучше, чем в Лос-Анджелесе, я предполагаю уже. Предполагаю. И он еще и вроде как... А, хотя не, он дороже. Ну ладно, сейчас посмотрим на сколько он лучше. Но зато казиношечка. И нам обещали, что машина охраняется. Трудосуточно. 24 на 7. Кстати, водичку мы как всегда купили. Предельно понятно, почему америкосы любят Вегас. Я так понимаю, что так и дело в налогах. Итак, два номера, причем полу-люкс с King Size Bed у нас стоили 50 долларов. Это в полтора раза дешевле, чем в вонючем отеле в Лас-Вегасе. И вот как это все выглядит. Ну, как бы, ремонт, конечно, такой себе. Но, как для штатов, есть какое-то минимальное видение там дизайна. Да, хотя бы уже деревяшечки всякие, ДСПшечки в одном цвете. Уже ванная. С душем, с приятной плиточкой. Так. Все, не шуми. Два письменных стола. А нет, это тумбочка еще. Нормальный телек, который, как обычно, даже никто не включит. И реально здоровенное кроватище, даже картина есть. Креселка, конечно, так себе где-то в холле стояло, приперли сюда. Смотрите, такой себе Connect Hub. Две USB-зарядки и две розеточки местные. Кстати, какой-то странный такой стандартик. Так. Чего у нас тут еще интересного? Кондер. Стандартный. Кстати, такой же, как был в предыдущем. Пустой шкаф и сейф для выигранных в казино фишек. Я так понимаю, да? Самое интересное, а есть ли мини-бар? Нет, мини-бар пуст. Что нам предлагают? Карта. Карта Vegas to go. Where to travel. И... Zumanity. Las Vegas. York White. Ну, давай посмотрим. А, кстати, блин. Тут же, походу, все педики на обложке. Или, мне кажется. Speed Vegas. Жаль, что мало времени завтра. Стриптизы. Американские горки. Цирк de Soleil. Американские горки. Жрачка. Какие-то восковые фигуры. Где же шлюшки? Это они... Непонятно. Читать лень. Какой-то эротик-данс. Ну, в самом конце они хоть есть. Трансвеститов на обложке я уже увидел. А, ну вот. Hearthbreak Hot Tail. Real Bodies. Я думаю, многие знают, что это за ужас. Я думаю, что здесь где-то все это уже и покоится. Потому что по миру уже эту тему банят понемножку. Ой, блин. Ну, вроде все. Вот такое. На этом деле. Ярик себя чувствует нормально. У меня сегодня первый день разгара джутлага. Я не могу понять, где я нахожусь. Оказывается, я нахожусь в Вегасе. А, окей. Спасибо. В общем, нам надо срочно пожрать. Потому что у нас совсем мало времени поснимать тачку. На улице опять 42 градуса. Ощущается, как 42. Мы утром в казино. Сложно понять, почему. И сейчас... И утро лето. Да, да. Потому что как раз у нас в последнем... Омлет. Ну да, ну а зачем тебе знать контору сейчас, мальчик? Деньги есть? Давай. Это на сдачу омлет. И сейчас надо понять, что бы нам сожрать, чтобы выжить. Панговер-бургер. На самом деле очень хреново. Брит голова, невозможно понять, что происходит. И это вообще ничего общего с алфоголем не имеет, если что. Да. А? Панговер-бургер. На утро, конечно, берем? Не знаю. Ну, отлично. С учетом того, что я на горшке просидел все утро почему-то. Можешь сливок попить? Можешь сливок попить? Здесь всегда доски есть. Давай. Более вкусной воды из футкана я еще не сливаю. А почему из футкана? Это, кстати, у нас первое блюдо. А? Какой-то брифтус попробую. Ты-то не брифтус лимона. Ты в тему его показал. Ну, ну да. Слышишь, а кофе стандартное говно? Такой же вкусный, как в отеле. Я уже отъеду. Ну, столько, как я понимаю, не смогу нас вообще. Принцип исторический. Именно поэтому справился. Завтрак туриста. Хорошо, что у нас есть стабилизатор в камере. Можно облетать бургер. Облетать бургер. Ну, вообще рельса нужна. Нормально для завтрака, да? Угу. Как тебе картошечка? Ну, ничего. Приблизительно вот так выглядит в разрезе бургер за 10 баксов. Картошка фри была офигенная. Мне уже даже кофе нравится. И мы, по ходу, готовимся к тесту. Снежиночка рассказывает нам о том, как правильно активировать, на каких оборотах лаунч контроль в челленджере. Пока ничего не понятно. Можно в бочков собирать. Конечно, можно, но у нас сразу приключение поинтереснее. А у меня включает тело. Хочу напомнить, что я могу в любой момент отключить его с помощью приложения. Так что далеко не уезжай. Далеко не уезжай, чтобы я мог тебя найти. Он даже не закрывается. Ну да, с этим чуть-чуть есть проблема. Как тебе, кстати, отель? Слушай, ну, на самом деле, не было. Я реально ожидал кучего. 50 долларов, чувак. В 2 раза дешевле. В полтора раза дешевле, чем конура в Лос-Анджелесе. Нам прямо, по ходу. А, да. По-любому не платят налог здесь. А, хотя стоп. Я зашел на Booking. Там было написано, за 2 номера... Подожди. Ну, в общем, налог типа больше, чем цена номера. Номер, что-то вообще 537 гривен. 20 долларов. И мне вот интересно, за 20 долларов они его вообще убирают? Или это не включено? Ну, похоже на то. Смотри, например. С цифрами. Стейк 8 долларов. Потом смотришь, регулировать прайс 13. А здесь ты должен купить плеер скала какую-то. И потратить деньги. Там, наверное, 200 баксов тратишь на автоматах, и получаешь стейк 5 долларов. Что? Стейк 8 долларов. Правда? Да. Мы нашли главного конкурента нашему челленджеру. И встали рядышком, чтобы сравнить габариты. И габариты ни хрена себе разные. Нос у нас торчит приблизительно вот так вот. И где-то столько же выступает еще сзади. И что интересно, они по ширине, похоже, не слабо отличаются. Ну, по высоте так точно. И поэтому я докlezал ему про него, чтобы обнаружить плач, по крайней мере, что человек никогда не узнает, останется дорilling, не забудет. Он сказал, что вы не можете летать здесь. Вы не можете летать? Нет. Но если вы проверяете? Нет. Аэропорт будет звонить нам. Где-то близко к стрипу. 5 метров в аэропорт. В аэропорт. В аэропорт. А где в аэропорт? В аэропорт. 5 метров в 7 километрах. Аэропорт. В аэропорт здесь тоже. В аэропорт. Вы должны идти далеко. Они не говорят о высоте. Я не уверен о высоте. Он мне рассказывал на телефон. Мы получили много звонков. Когда вы нажимаете трону, мы получим сигнал. И кто-то отправит нас за вас. Это сложно. Для тех, кто не понял, нам все-таки не разрешили снимать здесь. Потому что 5 миль должно быть от аэропорта, чтобы поднимать дрон. 5 миль от больниц. Потому что в нормальных странах в больницы могут прилетать вертолеты. Короче говоря, не здесь и не сейчас. Но я думаю, мы найдем возможность его поднять сегодня. А вообще коп говорит, что их ограничили... Что это такое? А что это за звук? Это не я. А, это полив включился, наверное. Да нет, это слишком маленькие. Ты что, прикалываешься? Вы слышите эти звуки? Нет, это вон поливал очки. Все нормально. Ярик, в чем заметь? Он был не против, чтобы его снимали. Никаких вопросов. Он удивился, если бы его не снимали. Спросили. А что вы не снимаете? Какие-то странные. Далеко от машины не отходи. Да. Поехали. Стой. Поехали. Гоу. Да. Когда мы собирались в Штаты, то опросили. Зачем так работает? Поехали! 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 Когда мы собирались в Штаты, то опросили подписчиков, о каких тачках. Поехали! И, как по мне, это неплохая тачка для Вегаса. Скажу вам честно, я, в принципе, могу сказать, что я почти умею дрифтить на заднеприводных Порше, я неплохо дрифтил на заднеприводные М3, но, блин, вот так вот с первого раза сесть и взять под контроль эту тачку, ну, честно говоря, признаюсь, у меня не получается. И как раз с учетом вот этого опыта я и говорю о том, что 305-сильного мотора для наших дорог, для наших реалий более чем достаточно, потому что в некоторых ситуациях он дарит больше эмоций, чем ожидаешь в любом случае. Редактор субтитров А.Семкин И так, конец второго дня нашего путешествия, второго дня уже по штатам, и то, что нам удалось вернуть Челленджер практически в том же состоянии на место, я считаю, что это уже успех. Сейчас, пока к нам доедет Убер, который нас должен довезти в аэропорт, я предлагаю немножко осмотреться. Итак, окрестности аэропорта, и это, ну, один из немногих на территории Лас-Вегаса таких, знаешь, знаете, спальных жилых районов. Можем посмотреть, что люди думают о своей жизни, да. Бедные одноэтажные домики, ну, это видно, в общем-то, по машинам, но, придите внимание, несмотря на жару, палящее солнце, никто особо не заботится о том, чтобы насадить чего-то возле дома, ну, кроме отдельных случаев, сделать какой-нибудь навесик, где отдыхать, где поставить тачку. Тачки стоят на жаре, они выгорают. Ну, в общем-то, такой немножко удручающий вид. Хотя, вот смотрите, я так понимаю, что вот это дом кого-то, кто занимается сдачей этих машин. Хотя, именно вот этот вот, скажем так, как это сказать, сдавальщик тачек на Туру, это скорее компания, потому что у них там в списке чуть ли не сотни машин, но вот эти вот, как раз, которые здесь стоят, я их видел в списке. Посмотрите, там те тачки, которые мы вечером нормально не могли показать. Белый Камаро. Там еще стоял черный Камаро, а вон он еще стоит, такой же точно. Белый Кайман, Эскалейд. Я думаю, что если мы прилетим в Штаты еще раз, мы посмотрим на результаты, сколько будет просмотров видосов, как это все пойдет, насколько вам понравится. Так вот, если мы вернемся сюда, то Корветт мы должны внести в список. Ты как? Я согласен абсолютно. Вот, потому что Мустанг мне не очень интересно сейчас. Ну, Мустанг мы уже катали. Вот, Камаро, ну вот, у меня душа не сильно лежит, а Корветт... Ну, это совсем другой класс уже. Ну, давай глянем, смотри, у него скат наклеен на боковине. Стингрейд. Что такое Стингрейд? Это комплектация, версия, клейд. Я вообще не шарю в Корветтах, если честно. Ну, кстати, этот почище, чем наша тачка была, да? Видно, о нем заботимся. Видимо, его реже берут. Ну, да, и стоит он, по-моему, что-то 200 баксов в сутки, а не так... У него же двигатель вдвое больше. Слушай, ну, ты знаешь, я думаю, что наш челленджер эмоций дарит больше. На челленджере... Не попробуешь, не поймешь. Залететь на бровку, знаешь, вот как-то так. А на этом все стремнее гораздо. И смотрите, вот у чувачка здесь... Ярик считает под восстановление. Поднимешь, там выше будет видно. Два мустанга. Я думаю, что по местным меркам это, конечно, металлолом. Но для нас был барререт. Вон, третий мустан, кстати, еще стоит. Так, ну, что можно вообще сказать про Вегас? В общем-то, знаешь, здесь достаточно раз побывать, чтобы понять все эти фильмы, да? Здесь не просто круто отдыхают. Здесь для американцев дешево отдыхать. То есть это очень заметно по ценам. Но здесь очень жарко, что мне не нравится. Здесь особо нечем дышать. Здесь сухо. Здесь абсолютно нечем заняться днем. Ну, по крайней мере, мне сейчас так кажется. Что нас ждет в Salt Lake City? Сейчас доедем до аэропорта, включим туровую. Гоу! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok